Здравствуйте! Наш сегодняшний мастер-класс называется «Подводный мир в технике квиллинга». Будем изображать в технике бумагокручения рыбок, осьминогов, медуз, морскую звезду. Для этого нам потребуется бумага для квиллинга, лучше специальную купить. Я пользуюсь бумагой длиной где-то 39-40 см. Можно взять и более тоненькие полосочки, и более короткие, но тогда их надо будет склеивать, некоторые полоски. Потому что все большие рыбы у меня изображаются именно такой длиной. А когда мне нужны маленькие детали, я режу длинную полоску на две или на три части. То есть, когда мы изображаем хвостики, глазки, мы режем и берем одну треть полоски, либо половинку. Основным элементом у нас является вот такой вот кружочек, скрученный из бумаги, такая спираль бумажная. Ей можно придать самые разные формы. Например, можно ее сделать капелькой, вот так вот. Или сделать из нее глазик, сжав вот так рукой. Вот такой вот. Можно сделать форму звезды. Вот так. И так далее. На самом деле таких элементов очень и очень много. А получить такой кружочек из бумаги можно, если вы возьмете специальную палочку для квиллинга с раздвоенным кончиком. В эту щелочку заведете вот так аккуратно кончик бумажной полоски. И начнете накручивать. Очень осторожно. Не надо при этом сильно тянуть, чтобы бумажка не была закручена слишком плотно. Иначе вы ее не сможете снять с палочки. Ну и свободно не накручивайте. Так, скрутите несколько полосочек, и вы почувствуете, как мягко вот так вот можно накручивать. Я когда накручу, придерживаю всеми пальцами, но при этом смотрю, чтобы полоска шла вот ровно. Вот так. Теперь очень важный момент. Когда вы докрутили до конца, вам надо ее снять. Если вы возьмете за края и вот так потянете на себя, скорее всего полоска в центре не снимется, и она превратится в серпантин. А нам надо оставить ее ровной таблеточкой. Поэтому я, чтобы снять, пользуюсь вот так вот ножницами. Я отпускаю полоску, она ведь как цветочек распрямляется, раскручивается. Это хорошо. Плотная она мне, кроме как в детали глаз, нигде не нужна. Вот такой вот розочкой, цветочком она у меня свободно спадает с палочки. И теперь клеем ПВА маленькой капелькой. Можно ее взять с помощью зубочистки. И вот так вот эту капельку вы наносите на самый кончик, свободный наружный кончик полосочки. И приклеиваете. Это наша основная деталь, из которой будем формировать все остальные. Ну что ж, попробуем теперь перейти к самой работе. Итак, ребята, мы начнем. Прежде всего мы приготовим фон. Для этого я возьму вот такой коричневый лист бумаги и оторву от него кусочек в длину. Это будет фон. Можно нарисовать, конечно. Можно нарисовать здесь, например, какую-то горку, ложбинку и рвать. Да-да, это очень интересно, рвать прямо руками. Подводные скалы, коралловые рифы, песчаные отмели. Видите? Мы просто их вот так вот рвем. При этом, интересно, край бумаги получается неровный, очень такой выразительный. Ненужную часть я пока отложу. Вот здесь можно немножко горку дорвать. Можно прямо руками или с помощью ножниц, только очень аккуратненько вот так чуть-чуть прорезав, сделать здесь. Вот так вот. Видите, дырочка. Теперь мы здесь делаем такую небольшую пещеру. Пещеру тоже неровную, в воде ничего ровного нет. Вот такая вот пещерка. Можно использовать оставшиеся кусочки как камешки. Я буду наклеивать вот этот материал с помощью клея-карандаш. Клей-карандаш очень хорошо можно использовать для ровных, больших поверхностей. Во всех остальных случаях я буду использовать клей ПВА сегодня. Я намазала и приклеила. Как следует прижать. Вот мое морское дно готово. Теперь. А вот теперь мы начинаем изображать морских жителей. Помните, мы только что свернули с вами совершенно замечательный кружочек из, вот так вот видите, оранжевый, да, с помощью нашей палочки для квиллинга. Теперь я хочу показать вам, как сделать щупальцы. Потому что это у нас будет осьминог, это будет голова осьминога, а это будут его щупальцы, вот такие вот. Вот такие вот. Нам нужны завитки. Завиток такой делается очень просто. Он берется не из целой полоски. Помните, из целой полоски у нас около 40 сантиметров длиной, а берется примерно половинка полоски. И мы используем еще один прием. Мы используем ножницы. Мы берем ножницы, складываем их, видите, они закрытые у нас. К середине прикладываем ножницы, ставим полосочку перпендикулярно линии ножниц, железки. И вот так вот чуть-чуть вытягиваем. Видите, полоска начинает сама закручиваться. Да-да, она закручивается с другой стороны, в другую сторону. Вот так. Надеюсь, вам видно. Теперь я подкручиваю с помощью палочки концы. То есть я в щель палочки вставляю кусочек, самый кончик полосочки, вот видите, там внутри. Начинаю крутить. Чуть-чуть, не сильно. Очень мягко. Могу даже раскрутить, делать обратное движение. И вынуть. Точно так же я могу подкрутить с другой стороны, только посильнее. Точнее сказать, не посильнее, а также слабо, но побольше. Ставила. Накрутила. Так, теперь отпускаю. Видите, она раскручивается. Сама раскручивается. Вот, аккуратненько вынуть. Такие завитки у нас получаются. Такие завитки нам могут понадобиться и для водорослей, и для медузы. Они получаются сразу ножницами. Иногда их надо чуть-чуть подкрутить. Можно подправить руками, чтобы они были более красивые, более округлые. Ну вот. Теперь как же мы из этого сделаем щупать с осьминогой. Одну палочку я положу сразу. Вот так, например. Остальные я, наверное, немножко согну. Вот так пополам. Например, вот так. Смогу вот с этой стороны расположить. Можно чуть подкручивать, менять расположение, направление завитков. Вот так вот. Теперь можно разрезать полосочку. Пожалуйста, можете взять отдельно каждую деталь, не складывая. И вот так вот приклеить. Очень интересно, как клеить полоски. Ведь их надо клеить на ребро. Это всегда непросто. Мы сейчас их расположим. Так, ну наше восьминога сейчас шесть ног, а вообще-то в природе у него восемь ног, поэтому я еще вот так две ноги определю вот сюда куда-то. Может быть, и не все восемь видны, может быть, видны семь, а восьмая спряталась. Тоже возможно. Теперь самое главное – это наклеить. Теперь мы уже клеим не куда-нибудь, а на наше изображение, основную картину. Сначала я клею голову. На самом деле, можно клеить кисточкой прямо на то место, где у меня будет эта голова. Но клей у меня жидковатый. Поэтому… А беру я клей ПВА. Я беру более густой клей, который не с кисточкой, а вот из тюбика выдавливается. Но выдавливается он большими каплями, грубо. Поэтому я клей, который у нас густой, беру кисточкой и смотрю, где же у меня будет этот мой осьминог. Допустим, где-то здесь. Тогда я смазываю… Прямо вот, видите, саму спиральку. Или я могу… Ну, слегка, не надо всю-всю смазывать, достаточно средину намазить. Или я смазываю то место, куда я положу эту спиральку. Но тоже так, чтобы клей не был виден за края. Кружочек вот так вот. Я наклеила. Это голова. А теперь надо наклеить вот эти все ножки наши замечательные. Так, начинаем. С ножками сложнее. Я уже не могу намазать то место, потому что ножка очень тоненькая. Поэтому я в нескольких точках смазываю ее клеем. В нескольких точках. Вот так. Этого будет достаточно. Клея должно быть очень мало. Буквально капелька. Теперь я размещаю ее, естественно, клеем к листу бумаги. Вот таким образом. Вот у меня первая пара ног появилась у осьминога. Теперь следующую пару ног. Я, естественно, намазываю обратную сторону. Не с лица, а с изнанки. То есть с той стороны, которая будет касаться бумаги. Ребро. И устанавливаю на место. Место у нас было где-то вот. Вот-вот-вот-вот. Будем считать вот здесь. Другой рисунок уже. Клей ПВА сейчас белый, потом станет прозрачным. Почти незаметным. Почти. Но не совсем. Все-таки немножко его будет видно. Поэтому сильно густо мазать не надо. А небольшие точки видны не будут. Можно отогнуть немножко в процессе. Если что-то вам не нравится, кусочком бумаги или чистой тряпочкой, салфеточкой, избыток клея. Очень большой избыток. Можно убрать. Небольшой избыток можно оставить. Он будет прозрачный и незаметный. Хотя настоящие мастера квиллинга, они пользуются пинцетом и очень тоненькой палочкой для нанесения клея. Вообще, квиллинг очень любит терпеливых. Очень любит терпеливых и не торопящихся. Никуда. Ну вот, вот такой вот осьминог у меня получился. Можно еще одну ножку подклеить куда-то. Щупальцу. Достаточно, я думаю. Если очень хотите. Так, сколько у нас их уже? Восьмой можно подклеить. Ну давайте. Подклеим восьмую. Ну а осьминогу нужны глаза. Сейчас я вам покажу, как делать глаза. Глаза мы делаем таким образом. Мы берем две полоски. Полоска должна быть белая и черная. И склеиваем их между собой. Ну, например, вот на белую сейчас нанесу немножко клея. Совсем чуть-чуть. Вот, и склеиваем их по прямой. Это очень важно, склеить по прямой, не под углом. Вот черная, она переходит в белую, видите? Такая черно-белая полосочка. Даю мне немножечко просохнуть, чуть-чуть. Я сейчас покажу, как делать глаза, а пока у меня сохнет полоска, я наклею уже два готовых глаза, которые я сделала раньше, на фигурку осьминога. Видите, они какие? Они очень плотные. Это плотные такие шарики, скрученные с бумаги. Вот, и осьминог у нас вот так вот будет смотреть. Ну, поскольку это черно-белый скрученный, спиралька, даже не спиралька, а прям вот ролл плотный, так я и буду его крутить. Начну, естественно, закручивать изнутри, со зрачка, то есть с черной части. Вставляю вот так вот полосочку. Начинаю крутить. Это тот случай, когда я кручу, не натягивая сильно бумагу, но все-таки достаточно плотно. Стараюсь всегда крутить очень ровно, чтобы бумага шла перпендикулярно палочке. Тогда она будет лежать такой ровной таблеточкой на бумаге, не поднимаясь от нее. Очень важно снимать, когда мы снимаем, вот подталкиваем снизу пальцами, не тянем за бока, подталкиваем снизу, от палочки наверх. Тогда снимается даже плотный очень слой, такой вот ролл. Он снимается ровно, а не как серпантин. Вот таким образом мы получаем, склеиваем и получаем вот такой вот глазик. Видите? Вот он нам пригодится для рыбки, например. А теперь делаем рыбку. Чтобы сделать рыбу маленькую, нам понадобится, как я уже говорила, глаз. Кроме того, нам понадобится большая, в полную длину полоски, округлая спираль. И еще красная спираль, ну где-то можно в половину полоски, можно чуть больше половины. И не больше третьей полоски, то есть одну полочку на три части делите, и потом сворачиваете спиральки, вот такие желтенькие спирали. Сейчас увидите, что мы из них будем делать. Мы будем им придавать форму, каждый раз разную. Например, мы возьмем и сформируем здесь капельку. Вот такая капелька. Видно? Это если у рыбы большой-большой рот и большая-большая передняя часть туловища, если она более узенькая, голова у нее, то вот можно вот так сформировать листик, а не капельку. Это у нас будет рыбка, тело. А вот из круглого, такого вот кусочка, ну скажем, ролла, да, мы формируем хвостик в виде луны. Видите, я пальцем вот так делаю. Вот, получаю полумесяц. Это будет хвостик. Теперь у нас здесь будет глаз. И нам нужны плавники. Верхний плавник. Может быть и один, может быть даже не один. Вот так, например. И следующий за ним. Вот так. Так руки получаются. Вот, можно даже еще третий вот так вот. Это у нас в руке получается такой спинной большой плавник. И внизу, ну, если очень хочется, можно скатать еще маленький ролл. И вот снизу сделать еще вот такой вот плавничок. Можно ролл свернуть даже не полумесяцем, вот таким сильно загнутым полумесяцем. И получить, например, ротик рыбки. Вот так. Такой вот ротик. Очень большой. Надо поменьше. Ну что ж, попробуем. Теперь поместить ее куда-то сюда. Сначала приклеиваю туловище. Вот она у нас здесь где-то плывет. На всякий случай я смазываю рыбку тоже немножко изнутри. Но совсем чуть-чуть. Приклеиваю сюда. И прижимаю вот так пальцем. Просто сверху. Теперь я приклеиваю хвост. Это просто. Приклеиваю спинной плавник. СМЕХ. 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 И нижний брюшной плавничок. В заключение я приклеиваю глаз. Дальше. Дальше мы переходим к тому, чтобы сделать рыбку сложнее. У нас будет рыба-бабочка, в ней сложная форма, треугольная. Как будто половинка крыла бабочки. Нам для нее потребуется большой из двух полосочек склеенной. Вот такой вот ролл, спираль, большая. Больше, чем на эту рыбку. Потому что рыбка-бабочка большая. Когда мне не хватает длины полоски, я подклеиваю к ней часть. Теперь я должна ее сформировать. Сформировать ее могу только одним образом. Я должна ее сжать в руках, придав ей форму треугольника. Вот так вот, между пальцами. Это у нас будет тело рыбы. Теперь второй треугольник из желтого поменьше. Ролл – это половинка полоски. То есть где-то сантиметров 20, не больше. Хвостик. Теперь я добавляю сюда совсем маленький кусочек свернутый. Совсем маленький. Можно использовать вот сюда. Просто взять и вставить. У рыбы-бабочки есть пятнышко. Вставить так не удается руками. Значит, надо взять палочку и развернуть. Можно сделать с помощью зубочистки или палочки для квиллинга. Ну или пинцета. Вот так вот. Такой кусочек у нас желтенький здесь будет. Так. У рыбы-бабочки очень длинная мордочка. Да. Как клювик. Поэтому я здесь поступаю необычно. Я использую опять-таки клей-карандаш. Я намазываю две полоски вот такие вот. Я их складываю пополам, они у меня лягут вот так вокруг рыбки. Дважды. Дважды. Каждый из них я намазываю и приклеиваю к сторонам треугольника к двуму. Немножко при этом вытягивая вперед. Вот. Таким более остреньким мысиком, носиком. Так. Точно так же второй. Таким своеобразным клювом, на самом деле удлиненным ртом, рыбка-бабочка выклевывает из кораллов пищу. Прямо из расщелин, из самых узких частей. Ну вот можно ее плавнички вот внутренние, полосочку завернуть вовнутрь вот так вот. Получатся такие вот плавнички. Округлые. Петлей, да? Такой петелькой. А эти оставить. Слегка закрутив вовнутрь. Чуть-чуть. Выровнять все. Эти рыбок-бабочку мы собираем в воздухе не на бумаге, а прямо вот в воздухе. А теперь смонтируем ее на лист на наш. Нам теперь осталось приклеить хвостик и глаз. Сначала мы намечаем место, где у нас будет находиться рыба-бабочка. Я полагаю, это будет где-то вот, ну где-то в верхней части. Вот здесь. Вот. Помещаю туда ее тело. И теперь я еще добавляю немножко клея. Просто на лист бумаги, откуда я беру его кисточкой, вы помните. Вот здесь вот я сейчас размещу хвостик. Хвостик может тоже подклеить либо сам хвостик, то есть спиральку, либо... Так, носик рыбки-бабочки тоже надо подклеить, иначе у нас оторвется. Вот так вот. И осталось сделать глаз. Наша рыба-бабочка. Теперь хорошо бы добавить туда маленьких рыбок. Вот таких вот. Чтобы они плыли стайкой. Прям вот так вот, сверху вниз. Да, ну как сделать такую рыбку? Чтобы ее сделать, я должна взять полоску желтую, половинку желтой полоски, половинку красной полоски. Склеить их между собой в прямую линию. Дать подсохнуть. А теперь очень интересно. Сейчас я уберу клей, чтобы он мне не мешал. И... Ну, пускай внутри у меня рыбка будет красной, поэтому я начинаю с внутренней все части закручивать. Если это черный зрачок, то начинаем с него. Если это красное тело рыбки внутри, то начинаем с красного кончика. Вот я красный кончик вставила. Видите? Вот он. Начинаю накручивать. Вовнутрь. Так. Я придерживаю пальцами, аккуратно. Кручу, чтобы по прямой. Шла палочка, вот дошла до желтой. Прерываясь, только не тянусь сильно, чтобы не оторвать. Надо подождать хорошо, когда высохнет. Лучше заранее склеить вот эти вот полосочки. У нас столько рыбок, сколько вы хотите сделать. Так столько же полосочек красно-желтых. А вот хвостик я оставляю. Видите? Оставляю полоску хвостика. Свободный. Не докручиваю до конца. Теперь отпускаю. Вот снимаю, чуть отворачиваю в обратную сторону, раскручиваю палочку и отпускаю. Вот. Вот так вот. Немножко сильно отпустила, чуть-чуть подтянуть можно. Теперь что я делаю? Я склеиваю спираль не на конце, а вот здесь. Так, чтобы у меня еще остался длинный, такой вот желтый хвостик, палочка. Остальное я сжимаю. Сжимаю так, чтобы придать форму глаза. Вытянутую. Ну так, как мы делали вот с этой рыбкой. Получился такой вот головастика. Длинного хвоста. Теперь я даю чуть-чуть подсохнуть хвостиком и вставляю палочку на кончике свободным желтым и закручиваю вовнутрь. Вот так. Также отпускаю чуть-чуть и снимаю. Рыбка получилась вот такой вот, чем-то похожа на насекомое пока, да? С головкой, но это будет рыбка, потому что я вот так отогну хвостик и придам ему форму треугольника. Вот такой вот. Такая вот маленькая-маленькая рыбка получилась. Маленькая, но быстрая. Ну, поскольку рыбки у нас очень быстрые, они плывут одна за другой, мы наносим клей на обратную часть спирали нашей рыбки, да? И вот они очень стремительно, прорезая морскую воду. Вот. Ну что ж, рыба есть. Осталось, наверное, сделать медузу. Медуза – это довольно сложно. Надо взять вот такой вот кружочек сначала скрутить. Да, просто обычный. Белый, голубоватый, розоватый, какой хотите. И к нему сделать еще несколько таких вот. Ну, где-то одна треть, одна четвертая часть полоски кусочков. Щупальца медузы, да? Ну, как с ней быть? Мы также ставим перпендикулярно ножницы, прижимаем пальцем, вытягиваем. Получается вот такой изгиб. Я хочу, чтобы медуза у меня сгибалась как-то щупальца более изысканно, поэтому вот в эту сторону чуть-чуть загну. И, может быть, даже еще раз загну. Вот так вот. Теперь она будет волнует. Можно подкрутить кончик. Одна щупальца. Сейчас тоже самое сделаю со второй и с длинной посередине. А вот сам купол я загну, придав ему форму полумесяца. Вот так вот. Вот так вот. И тут еще пальцы. Вот так вот. Ну, какая-то очень длинная, можно сделать покороче. Такая вот медуза. Теперь надо разместить ее на нашем листочке бумаги основном, на нашей композиции. Сейчас я сделаю, значит, вот здесь где-то она будет у нас. Намажем это место. Клеим. Принестим сюда купол. И так же здесь вот намажем ее щупальца. так клеим на ребро нужно так прям когда клей уже немного осталось обязательно прижать сверху аккуратно установить вертикально полосочку и прижать крючок кончик также с пачку клеем вот можно конечно если очень тонкий аккуратный аппликатор этот носик тюбика может носить прямо на по маленьким 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 точечка на полосочку если по маленьким не удается то лучше зубочисткой все-таки с листочка так я прижимаю так пальцы обязательно прижимаю ну что ж пожалуй нам надо все это еще добавить водоросли и морскую звезду для морской звезды нам понадобятся вот такие вот пять можно шесть я думаю 5 кружочков это пол полоски обычный средний так вот я им придаю форму вот такую вот вот форму глаза даже чуть-чуть изогнутого можно и прямого но так чтобы один лучше был длиннее один лучше один конец другой конец был короче так вот и соответственно я беру это место где мы здесь помещать морскую звезду смазываю его размещаю таким образом короткими сторонами вовнутрь длинными лучами наружу чувствуете нам не хватает какого-то цвета по-моему это зеленый цвет на здесь совсем нет водорослей хорошо бы сделать водоросли делается аналогично щупальца медузы то есть мы вот так закручиваем обе стороны и можем еще где-то так дать волну а можем сильно сильно закрутить кончик тогда водоросли у нас будет завиваться так вот так вот более крутые завитки будут его из одного цвета разных зеленых светлых темных придумайте сами у вас все получится ведь это только предлог для фантазии когда вы начинаете что-то скручивать идея приходит в голову сами и совсем не обязательно повторять за мной вы сделаете лучше интереснее необычнее и так прошу вас попробуйте и у вас все получится ну может быть не все все что вы придумаете но многое из того что вы придумаете вы сможете осуществить с помощью квилинг